я тут просто засчитываю чтобы порассуждать кургинян про вся эта история с убийством немцова это запугивание владимира путина причем измена где-то рядом с первым с бушные уши тоже торчат но это не отменяет главного путин это человек который реально стоит на пути сил зла за него молиться надо и сплотиться вокруг него поэтому те кто с путиным не должны враждевать между собой поэтому я считаю необходимо извиниться перед сергеем кургинянам за методов ведения полемики с ним невнимание к аргументам то же время не согласен с ним по ряду персонали считаю сергей романским пристрастили из идейных соображений это именно идейные разногласия не мелкие личные интриги и одновременно он справедливо не хочет чтобы мы православные имперцы не давали себя использовать в темную и что не все золото что блестит в этом я с ним согласен типичный пример новый белогвардейский сайт имперское слово который по содержанию оказался майданным укропским антипутинским дерьмом за которое те белые деникинсы бы шашками порубали деникин был непримирим к украинским самостейникам и сейчас было бы с путином что касается и ссоржевских вопросов то я полностью согласен с патриархом кириллом который глубоко почитая святых новомучеников исповедников российских призывает к утверждению единства русской истории включая советский период исходя из этого национальное единство и примирение должны зижиться неприятие безбожие и демонстрации единство народа церковь российского государства которого должно быть их совместное празднование 70-летие великой победы происшедшие на пасху 45-го года что убедительно показано честь стороне был господь бог его святая церковь поэтому я искренне желаю всем русским советским русским людям включая сергея курнян личного церковления ибо только под броней церковных таинств мы одолеем врага и супостатус и крушим антихристову рать вашингтона отстоим третий мир кирилл фрау мы понимаем что хотя бы формально нечто признано много людей после определенных вещей которые были высказаны и этого бы не принимали но мы все принимаем мы тоже настроены не на все прощения но вполне на простительность до договорились назвали 22 апреля финал подводим черту и не надо не надо истерик не надо надрывных вопли не надо всего остального потому что как бы кто верит тот на том свете а кто не верит так и на этом будет отвечать за глупление своих аудиторий за маргинализацию за формирование этих псевдо русских патриотических гетто за отрыв людей от способности реально видеть ситуацию придется за это отвечать придется когда это делается по зову сердца когда по коммерческим соображениям а когда по изображениям оперативного порядка я рассуждать не буду но это грех понимаете я отношусь к этому ну с каким-то таким чувством сострадания не устраивающего меня по качеству потому что она была должно было быть лишено оттенка а я не могу от этого избавиться я прекрасно понимаю что все кто это этому лайв участвовали отлично понимали что именно я сделал на данность и продолжают где они то там суть времени резко развертывает состав в этой связи я хотел обратить внимание на вот такую вот вещь которая и не стрелковская никакая анна шафран почему в крыму референдум сработал на донбассе нет ответ простой крымчанам наша страна пошла навстречу отношения донбасса ограничить гуманитарно-дипломатической помощи сейчас вся россия празднует годовщину референдума особо праздную крымчане но не по официальной указивке а искренне им есть что празднуть понятно что они давно самого начала мечтали избавиться украинского диктата но главное они вовремя перекрутились референдумы теперь нет войны а в донбассе есть не странно что россия помогла крыму но не оказала такую же помощь донбассу что нам терять те же санкции тот же международный визг но в отношении донбасса наша страна ограничить гуманитарной помощи конечно хорошо научи бы ввести войска потому что донбасс не прекратится пока одна из сторон не победит кстати победить вполне может новороссий учитывая общего украинский бардак и в киеве это понимают потому и не спешат отводить тяжелую технику главная причина беспокойства киевских властей мариуполь сегодня мариуполь ключ к украинской экономики кладезь возможностей там азов стали так далее одновременно мариуполь крупнейший порт существует там еще и батальоны но ведь все равно перспективы нельзя назвать однозначными так вот если в днр получит мариуполь то угольное производство и так далее все станет гораздо лучше ну почему бы россии не вмешаться почему бы не помочь наваруси хотя бы с мариуполем точечно и все проблемы были бы разом решены понимаете вот я не могу назвать это злокачественным или чем это вот какая-то загадочная роковая черта патриотической и даже либерально-патриотической элиты вызывающие просто ужас что-то с образованием и с мышлением очень тяжелое просто и знаете вот это вот наша граница с украиной это украина это там восток какой-нибудь так а это мы вот есть такая так называемая теория игр это серьезная математическая дисциплина который я занимался и по первой своей профессии и в частности она говорит о том что если войска расставлено определенным образом и территории то в принципе расстановка определенной конфигурации говорит о том что вы уже проиграли без войны до войны понимать под полетное время до количество ресурса уровень первого удара понятно да там есть такая вот если нато выйдет и вот здесь будет расставлять все что захочет то россия уже проиграла все она побеждена это трудно объяснить людям которые не понимают что это за дисциплин что там означает это все это очень трудно объяснить но это так поверьте а в тот момент когда россия проиграет окончательно и капитулирует по ней долбанут вот вы мне поверьте что долбанут это англосаксы им это понравится встали на колени заплакали и в этот момент ядерный удар удар огонь с небес чтобы покарал господь и чтобы никогда больше поганым не пришло в голову возникать до до конца это свойство господствующей англосаксонской культуры это ее код пока на сегодняшний день нету других людей другой элита на западе и вот здесь идет конфликт все силы отвлечены сюда и они не могут ударить по крыму и никто никогда не в какое нато не возьмется первый фактор никто не возьмет в на то второй фактор крыльц третий порс победа в национально освободительной борьбе ценнее в миллион раз победы за счет воды войск поэтому что победа в национально освободительной борьбе дает любые самые фантастические возможности после победы вот Национально-освободительные войска вошли в Киев, осуществили блестящий референдум, блестящие демократические выборы. Там победил новый Богдан Хмельницкий и подписал с нами Переславскую Раду. Кто-нибудь пикнет? Никто. Этой победы нельзя добиться только на направлении классической войны. Ее надо добиваться в сумме направлений. Гнезды птенца Чубайсова должны помочь Украине испытать все экономические издержки, которые связаны с отсутствием российского патронажа. И они это сделают. Может быть управлять своей экономикой они могут хуже. Но я прошу прощения, здесь это метафора. Грабить чужие могут. И все равно какие. Нам объявлена война, она должна быть многомерной. Нам жалко, мы сострадаем украинскому населению. Что поделать? Пусть оно поднимается. Основанием для того, чтобы подняться, есть 13 конституционных позиций, нарушены в ходе узурпации власти. 13. Не создана комиссия по импичменту. Вообще не создана, не проголосована за нее. Нет решений конституционного суда по импичменту. Нет голосования, позволяющего поставить вопрос об импичменте. И нет, не собрано достаточного количества голосов, чтобы импичмент Януковичу вынести. Потому что в зале было 300 с небольшим, а нужно гораздо больше. Это только три важнейших позиции. Их 13. Значит, это не власть. Это узурпаторы. Узурпаторы должны принести ответственность за узурпацию. За растаптывание закона, конституции, всего, за геноцид собственного народа. Там много за что. В Киеве должен остаться суд. К этому моменту нам уже надо понять, кто такой вообще национальный лидер, который будет, так сказать, полностью созвучен нашему историосовскому представлению. После чего? Нужно, чтобы этот лидер осуществил на волне этих перемен все, что нужно. Вот тогда ни одна гадина в мире не пикнет. Я отвечаю. Все. Процесс будет закрыт. Это кажется почти утопией. Почти невозможным. Но ставки невероятно велики. Поэтому самое главное, это национальная освободительная победа, которая неизмеримо больше оккупационной победы. И в этом смысле это номер один. А номер четыре, мне тоже понятен. Конечно, мы должны спасать народ Донбасса и так далее. Но вряд ли народ Донбасса, если его спросить всерьез, захочет стать ареной даже небольшой ядерной войны. Значит, мы должны быть невероятно осторожны во имя народа, во имя всего. Потому что идти поэтапно, да? Вот мы идем. И вроде бы уже можно было бы щельнее додвануть. Но в этот момент все воют, остановитесь. Мы останавливаемся и говорим, а что дадите? Ах, как унизительно! Это не унизительно, это правильно. А если вы называете правильное унизительным, то и черт с вами, пусть оно будет унизительно. Лишь бы оно привело к цели. Мы вот торговываем децентрализацию изменения в Конституции. Теперь они говорят, почему вы не проводите там выборы, простите, сначала изменения в Конституции. Измените Конституцию. А вы понимаете, как она должна быть изменена? Там уже сказано. Свои силы самообороны, свои справоохранительные системы. Значит, мы переодеваем 20 или 30 тысяч ополченцев. Мы их муштруем. Мы их заводим в отдельные части. И пусть хоть один гость приедет на территорию. На этой территории мы избираем президента, все остальное и так далее. А если вы опять суетесь, мы ее отделяем уже совершенно в другом конституционном качестве. Но! Это же не может произойти без того, чтобы не помочь братскому Львову. Получить те же права. И мы поможем осуществить демократию не только друзьям, но и врагам. Но это нельзя сделать, не защитив русинов. И я убежден, что свободолюбивый народ Одессы тоже потребует децентрализации и создания особого региона. А также Херсона и Николаева. Мы получим новую конфигурацию. В этой конфигурации украинская элита, какая она не будет, вот если бы она на это согласилась, она будет продолжать выявлять все свои хватательные инстинкты, которые она выявляла последние 25 лет. И всю свою антигосударственность. Поэтому все будет еще хуже. И тогда вопрос будет заключаться в том, где хорошо. А хорошо должно быть на Донбассе. И тогда возникнут коалиции Донбасса с другими регионами. К этому моменту оставшаяся часть озверевшей бандеровщины еще раз сорванется и должна быть быстро разбита. раньше, чем американцы пикнут. Все определяет время и конфигурацию. Нам нужно использоваться всеми принципами как бы национально-освободительной войны. Нам нужно не допустить создание там очагов радиоактивной пустыни конкурентных Чернобыля. Нам нужно защитить Крым и нам нужно не дать этому всему войти в НАТО. И что? Мы занимаемся политикой. А это хныканье. Ну почему бы не войти? Барышне хочется прогуляться. И этих барышин и блогеров иного Генбера их дофига. А уж если чего-то хотите хоть чего-то то собирайте всю документацию по геноциду. И быстро. Теперь американский выход. Несмотря на то, что в Донбассе держится хрупкое перемирие, о потеплении отношений России с Западом похоже говорить не приходится, например, различные эксперты и политики продолжают нагнетать антироссийскую истерию в лучших традициях холодной войны. Например, известная американская частная разведно-аналитическая компания Stratford 9-11 марта опубликовалась серией редукционных статей, в которых проанализировал сценарий возможного вмешательства России в украинский конфликт и последующий ответ Запада. В Stratford, который называется Нью-Мсру, объяснили, что речь идет не о прогнозе, а лишь о теоретическом моделировании, но тенденция характерная. Я зачитаю, о чем идет речь. Не желая отставать от коллег 11 марта американский генерал-майор Запаса Роберт Скейлс в прямом эфире канала Fox News, а это крупнейший консервативный канал, фактически призвал убивать русских. Отвечая на вопрос ведущего о том, что значит отправка от 3000 американских солдат и техники в Восточную Европу, эксперт Fox News ответил, ничего, на Украине уже все решено, game, set и match. Единственное, как США могут повлиять на происходящее в регионе и изменить ситуацию, это начать убивать русских, убивать так много русских, чтобы даже российские медиа не смогли скрыть тот факт, что русские возвращались на родину в гробах. Ну, вряд ли произойдет, к сожалению, он сказал. Следственный комитет возбудил дело и так далее. В 2008 году было опубликовано расследование журналистского и выяснилось, что Scales наряду с более чем 75 основными офицерами в 2002 году был включен в программу Пентагона подготовки военных аналитиков, тогда речь была об Ираке. Значит, убивать русских, только об этом и идет речь. Марш по Европе. Американские военные запланировали марш по Европе. В рамках ротации американских военных прибавоков командования планируют отправить свои силы маршем по шести государствам. Мотопехотная рота 3-го эскадрона 2-го колесского полка США в составе 105 тысяч человек и 40 единиц техники, в том числе 20 бронетранспортеров страйкер, машин поддержки и при воздушном сопровождении базирующей в Эстонии пройдет 1700 километров по территории Латвии, Литвы, Польши, Чехии и прибудет на военную базу США в Фильзике в германской федеральной провинции Бавария в ходе марша, России военного присутствия США в рамках операции Atlantic Resolve и показ населения Восточной Европы своей солидарности с ним. А теперь самое серьезное. Правительство Сербии намерено интегрировать в страну НАТО. 18 марта первый вице-премьер правительства страны Гравамид Ивца Даджич и министр обороны Братислав Гашич в ходе визита в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе намерены подписать индивидуальный план партнерства с военным блоком. В ходе визита в штаб НАТО речь пойдет о дальнейшем развитии партнерских отношений и укреплении политического диалога в контексте недавно принятого плана действия индивидуального партнерства между республикой Сербии и НАТО говорится в сообщении сербского МИД. Стоит отмечить, что парламент Сербии в 2007 принял резолюцию о нейтралитете и неучастии в военных блоках. Также важно, что против вступления в НАТО согласно с опросом высказывается более 70% населения страны. Но это же уже что идет? У власти сейчас находятся люди и стремящиеся в ЕС через НАТО до в конце 2014 года. Это бывший заместитель начальника главного управления международного военносотрудничества Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Правительство Сербии добровольно активизировало программу партнерства ради мира. НАТО аплодирует желанию правительства Сербии. Только есть одно но признание автономности Косова. Готовы ли к этому сербову? Большой вопрос. В этом смысле непонятно будет ли проводиться референдум или нет. Я не думаю что в случае народного голосования по этим вопросам правительство получит общее одобрение. Если референдум не будет то наверное благодаря стараниям политической верхушки Сербии Сербия может стать членом и НАТО и Евросоюза. День победы в Европе. Надо праздновать в Киеве а не в Москве. В Лос-Анджелес вместо празднования Дня победы в Москве следует поехать в Киев. На фоне развязанного Россией украинного конфликта западные литеры не могут сидеть на трибуне на Красной площади они должны участвовать в параде в Киеве. Значит пока мы выясняем какие-то мелкие вопросы это происходит на Украине но не только это. Порошенко готовится ударить по Приднестровью. Президент Украины Петр Порошенко встретился накануне своим румынским коллегой Клаусом Юханесом после чего на брифинге огорошил журналистов милитаристскими планами в отношении Приднестровья заявил о намерении совместно с Румынией разморозить Приднестровский конфликт способствовать реинтеграции Приднестровья со встав в Молдавии если перевести с дипломатического языка на обычную речь идет о разжигании войны в регионе закрываем небо над Тирасполем чтобы Россия не могла и так далее следующий вопрос украинская выкатка это оккупированные территории объявления так сказать части ДНР и ЛНР оккупированными территориями министр иностранных дел Сергей Лавров назвал законопроект отходом от минских договоренностей горячая весна Одессы в городе снова гремят новые взрывы и стреляют на улице прогремел мощный взрыв ночь на 5 марта на улице Коблевской 40 в Сокольном здании квасифицируя как теракт Одесское сопротивление выдержалось от комментариев его представитель высказал предположение что в данном случае с ведомой сами готовили бомбу но взорвалась по неосторожности а вечером четвертой недолго до взрыва в самом центре Одессы на перекрестке Дерибасовской Екатеринской была перестрелка между боевиками правого сектора и охраной подпольного казино который с ведомой пытались взять под контроль потянулась милиция СБУ каша заварилась еще та о том что обстановка накаляется и здесь недавно расклеенная по городу листовка одесских партизан и обращенная к правоохранительным органам поговаривают что одесская милиция на всех уровнях саботирует расследование деятельности партизан партизаны это хорошо но единственное что может вовремя двинуть одесский процесс это большие массы народа критическая масса людей которые в случае агрессии готовы себя защитить но ни в коем случае не начинается агрессия и это может произойти только в момент когда ДНР и ЛНР займут определенные позиции 42 ящика взрывчатки на границе с Крымом взрывчатка закладывалась не только под автомобильные мосты но и под минские договоренности потому что ничего такого не было Херсонский поход Джамилева татарские радикалы которые в отличие от большинства татар Крыма так сказать недовольны происходящим готовятся к разжиганию эксцессов в Крыму идет масштабный передел ресурсов и сфер влияния начиная с Коломойского все остальные говорят о реприватизации и наконец все больше и больше данных о том как формируется реальный черный интернационал на Украине и как радикальные правы поддерживают украинских националистов и как же мы проведем черту между одними и другими это же практически невозможно украинские военные открыто потребовали отставки верховного командования все похоже на подготовку путча то есть там вся элита тоже кипит как в сторону того что они понимают что уже ничего сделать тут нельзя в сторону так сказать с этим Донбассом а их все снова-снова кидают на него только в сторону того что слишком слабо кидают нужно все до конца гайки закрутить и бросить все подряд Украина кипит в этом котле вот наша жизнь если смотреть мироустройство вновь начались разговоры о том что мусульманам надо осмыслить свою роль и место в будущем развитии и тут говорится о том что слишком много русских философов на одного мусульманина и так далее что это присутствие надо переосмысливать как-то что-то не то это Дамир Мухеддинов сегодня по поручению муфтия Галинуддина первый заместитель председателя духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухеддинов выступил с докладом научно-практической конференции в Перми проблемы и перспективы развития мусульманской общины России которая проходит в рамках пятого форума мусульманской культуры мусульманский мир мы надеемся что здоровые тенденции в исламском мире возобладают мы рассматриваем мусульманский мир как великую часть нашей общности русские философы русские мы также уважаем исламских философов как и русских нам главное чтобы ислам не был подменен исламизмом а сосуществование мирное и братское исламского и православного а также и светского населения не было подменено к так называемым конфликтам цивилизации или попыткой одной сил наступить на голову другой значит есть минифест фемен который утверждает новый мир женщинам нужна не реформа а революции прогнившую систему не реформируют а разрушают патриархат что контролирует наше плоти угнетает наш дух должен быть сброшен это все серьезно это сначала христианство а потом патриархат мы объявляем борьбу со всеми проявлениями господства обязательными условиями существования так сказать определяем патриархальным миром феминизм заканчивается там где начинается любая религия да начнется бунт вот мы говорим что не переустраивается мир а он переустраивается идеология Йосиф Гитлер и Адольф Сталин Георгий Янс журналист московский комсомоль что начинается и на чем строится вся система спекуляций она строится на том что говорится вот мы скрываем хорошие места гитлеризма а он же тоже обеспечил развитие страны экономику там социальное развитие и все прочее а вот когда у нас все время говорят что Сталин обеспечивал ну тогда надо сказать и Гитлер и тогда уравнять и сказать что у нас есть Йосиф Гитлер и Адольф Сталин да все уравниваем это попытка редукции гитлеризма до социально-экономического фактора ну в разных системах очень многие факторы могут быть одинаковыми да я думаю что и у Бисмарта можно многому поискать и в целом во многих авторитарных системах там от Чинкаши до кого-то можно что-то поискать и есть некоторая общая логика мы спрашиваем о гуманизме о модели человека об истории о фундаментальных вещах связанных с гитлеризмом а вовсе не о том какие были социально-экономические системы я не верю что человек который затеял всю эту полемику не понимает что нельзя сводить гитлеризм как систему к его социально-экономическому блоку там же есть другие блоки и важно же как они сочетаются от агрессии по отношению к другим народам их порабощению и уничтожению да тоже блок да решение демографической проблем или межнациональных отношений да до так сказать военно-стратегических отношений и так далее дальше патриотизм с петлей на шее опять московский комсомоль взялся за идеологию за мудрые большие проблемы Елизавета Александрова Зорина да она мудрый человек те кто стыдится настоящего стыдится и будущего ему остается только гордиться прошлым кто стыдится настоящего и страшится будущего тому остается гордиться прошлым тезис Пушкину тоже любовь к родимым пепелищам и любовь к отеческим главам видимо Пушкин стыдился настоящего и страшился будущего почему в России так легко забыли что украинцы братский народ почему мужчины вместо того чтобы вести порядок на своей земле едут на чужую почему их внимание перечисляют на имперские иллюзии почему в России так легко забыли что украинцы а украинцы не забыли давайте поставим другой вопрос а почему на Украине так быстро забыли почему героями Украины стали люди призывающие геноциду почему идеологией Украины стала русофобия эти вопросы есть особенности национальной промывки мозгов противопоставления свой и чужой положенные в основу всего мы они патриоты национал предатели Россия Европа Путин Америка давайте я вам другое противопоставление назову согласно которому Дмитрий Киселев это не человек Шитлерович говорит это не люди это другой человеческий вид это Гитлер евреи вот проходят как и мы в костюмах говорят по-немецки и даже цитируют Гёте но это не люди это иллюзия что это люди типичный гитлеризм и это же все строится на этой основе сидит украинская женщина говорит я же не ватник я же философ в древности на основе системы мифологических представлений человек природа это было все создано это важнейший концепт коллективного этнического мироощущения женщина умная почти такая же как сегодня Адамыч Ковалев который тоже написал мудрейшую статью о патриотизме ссылками к родовому началу и всему прочему так вот противопоставление человека природа это противопоставление с помощью которого возникает всечеловеческое против кого мы все будем дружить как люди против природы поэтому противопоставление свой-чужой противопоставление человека природы это демистрально противоположные вещи и это в принципе как я считал преподают где-нибудь на втором третьем курсе соответствующего вуза абсолютно бредовые вещи нет социальных лифтов у нас все ужасно а народ винит Америку пятую колонну Америка где в Кремле пятая колонна в правительстве агрессия основа ассилиативного поведения безвраждебности чужим нет привязанности к своим простите Америка не виновата в наших бедах то есть Обама не сказал что мы порвали в кочу экономику Америка не выстраивала нашу приватизацию она в этом не участвовала это была чистая наша воля Америка где в Кремле а так сказать разве Чубайс не GPS Морган и так далее термин освещенная активность был введен этнологом Николасом Тибен Герном вооружившим что поведение животных нередко несоответствует обстановке в которой они оказываются с кем там дерутся петухи и кто что и как делают вот вы прочитаете то что говорят американцы убивать побольше русских и все прочее и скажите им что они там куда-то что-то переносят у них внутренние проблемы они зачем-то переносят их в Ливию они там еще какие-то проблемы они зачем-то переносят их к нам почему эти принципы Николаса Тибергена нельзя перенести на Америку почему их нужно применить только к России это же так легко сделать Слава погрузилась в национальный депрессивный психоз находя отдушину в телевизоре водки наркотиках войне простите а регресс кто сделал в стране мы предупреждали не ломайте единство исторического времени не ставите черную дыру не создавайте этот комплекс поражения не повторяйте веймарский синдром 20 лет мы об этом говорим те же люди которые в 90-х годах насаждали антисоветизм либеральные ценности сегодня несут народ патриотизм под которым они понимают слепую поддержку власти и воспевания во-первых ни о какой слепой поддержке речь идет во-вторых ни я ни проханов ни многие другие не успевали в 90-е годы либерализм и либеральные ценности вот как-то я не могу быть замечен в этом можно одну строчку а нужно же подтасовать под этот стандарт чтобы сказать все сумасшедшие все перевертыши кто-то искренне кто-то искренне в чем-то раскаялся кто-то работает под конъюнктуру а кто-то как шел своим путем так и шел так ты это и скажи нет честности вообще быть не может непрерывно эти люди занимающиеся идеологией показывают что они мошенники говоря о советской промышленности умашливают что сегодня наши спутники падают хвалясь прежними обходят стороной Академию наук я прошу прощения кто обходит наконец-то они доперли что нужно против сегодняшней модели путинской выставить Советский Союз не прошло и 25 лет а не вы ли громили эту модель те же люди которые прежде хаяли космос и говорили что он на костях говорили что никакого научно-технического прогресса не было мы все украли и так далее сегодня восхваляют Советский Союз чтобы ударить по существующей реальности в психологии возникает термин депрессивный реализм это состояние в котором человек становится более объективным в оценке происходящего менее легковерным с трудом поддается манипуляциям и успешно находит выход из кризиса но быть депрессивным реалистом нам не легко гораздо приятнее жить счастливым идиотом значит все делятся на счастливых идиотов и депрессивных реалистов что не может быть счастливых реалистов и депрессивных идиотов я просто матрицу ввожу то есть я что хочу сказать что внутри этих людей упивающихся тем насколько они высококультурны умны и рафинированы в отличие от ватниковского быдва но это же просто только потрогать русский народ самый добрый русский народ самый кроткий русский народ богоносец Россия под покровом богородицы вот лавкач наперстник а Соединенные Штаты народ мессия исключительная функция пусть она так применит это к Соединенным Штатам почему это применяется только сюда железные судороги это уже новая газета Александр Рубцов судороги империи решенные мягкой силой Джозеф Най написал о мягкой силе извините господин Рубцов мы создали институт по этой мягкой силе мы сейчас эту мягкую силу вполне применяем и я должен сказать что при всех минусах сейчас этой мягкой силой намного больше далее выступает господин Калашников на форуме МСКРУ знаковый ресурс он говорит случилось то что боялся Райф скваливается в откровенный обскурантизм антитехнократизм массовую дебилизацию процесс начатый в 91-м дистанустрализации достигает своего логического завершения и Сурков пророк его то есть поскольку форума МСКРУ застрял костью в горле этот Сурков на Донбассе который ни войска не вводит ни Донбасс не сливает значит этого Суркова надо вместе с Порошенко и Стрелковым делать потому что он застрял потому что ну никак уж Сурков не может отвечать сейчас за происходящее в дебилизацию он должен назвать других людей никакого мира с дебилизациями России ввергающимися массового слабоумия быть не может только война на уничтожение тотального абсолютного зла война за само существование русских как великого народа арийской белой расы ну тут мы можно поговорить да эта тема серьезная мне она сразу нравится Новороссия превращенная в концлагеря эгрессов котел для утилизации пассионариев меня поражает как те уважаемые люди с Донбасса которые смотрели смерти в лицо и шли в огонь боев покорно стоят на задних лапках при всесильном куратором новороссийским Сурковым как ищут его милости как набиваются на прием к нему оно и понятно Асламбек Сурков и ведает и расстановка кадров в ДНР захочет превратить в парью в нищего маргинала то есть там бабки делают я вижу как стягивается петля вокруг Игоря Стрелкова осмелившись пойти против всесильного путинского вельможи Сурков при Путине явно занял место Чубайса при Ельцине новый Ришелье зато Бородай подобострастен и счастлив когда сам Сурок почтил посещение его день рождения вот мы как все знаем Сурков при заключении гиене иночерной Новороссия превращается в социально-экономический ад концлагерь с голодом нищетой словом Новороссия беру в кавычках потому что нынешняя у ДНР отличается моей Новороссии как Освенцим от Артека нет новой стерилизации все антинаучно мертвая зона только нефть и газ где-то создают микросхемы в 7 нанометров человекообразные роботы биомедицинской технологии обеспечения бессмертия где кстати уже печать альтербореактивный двигатель ядерные реакторы а тут только кургенята старичата фидорята дугенята только мелочь Сурков химия и физика являются бесовскими науками заявляет лидер евразийского движения Александр Дугин но все берется через запятые дугенята вроде бы как Гиркин и Дугин не ссорились да космонавтика мерзость тинственная ценность религия создатель машины регресса дегенерации гений дегенерации Сурков этой антикалашников при власти из огромных бюджетов антицивилизация вижу даже Путин не признает до конца происходящего Сурков его гораздо умнее ама разве мы не зрим наконец настоящего верования в Путина рассвет клинического конспироложества вот почему лично я принял для себя решение никакого примирения существующей властью элитой быть не может она должна быть уничтожена как раковый опухоль поэтому я в партии адептов новой индустриализации промышленников несоревьяков аграриев инженеров ученых ибо только неоиндустриализация может вывести русских из морока и дать им запутаться в месиве доктринной идеологии никакой веры нынешнему Кремлю зная что настойчиво идет РФ катастрофе лично готовлюсь к войне борьбе со злом я не боюсь синтеза лучших достижений Сталина, Рузвельта Третьего Рейха и Муссолини моя идеология национал-футуризм имперскость опирающаяся на высочайшее развитие науки и техники на местное самоуправление и на передовые общественные институты иного спасения нет понимаете все хорошо да ну что вы смеетесь регресс да ну что нет регресса вопрос заключается в том что в политике всегда банально задается только одна позиция вместе с кем ты будешь воевать против путинизма регрессизма суркивизма вместе с кем ну ты-то кто ты ноль без палочки да тебя нет на политической карте ты так сказать надуваешь щеки и вещаешь о чем-то значит ты будешь входить в политические союзы значит это все является предварительным форумом СК РО опубликованным манифесте выхода на Майдан а на Майдане будет править Николашников и не футуризм я не знаю может быть экономика при Азарове и Януковиче была регрессивно воровской но она давала 10% в том числе по индустриальному 15% в год а сейчас она дает минус 15% по индустриальному думаю что и больше значит у меня возникает естественный вопрос когда вы переходите к политике от критики и куда-то идете то вы идете вместе с кем-то когда вы печатаетесь на форуме МСК РУ вы уже заявили с кем вы и тогда понятно что вы так как выреженные вопите против Суркова который ну хорошо пока вы вопите там что он не вводит войска и там делает Минск уже поздно уже Путин все подписал да ну так кричите да почему такая такая помеха кто ущемлен и в том числе экономически так что все эти люди орут как резанные не господин для малосеев например смелая гипотеза или кто-то еще откуда вопль это первое и второе всякое собирание под позитивными лозунгами до кучи всех вместе на снос означает что не футуризм будет и не что-то еще а будет расчленение уничтожение всей существующей промышленности окончательная дегенерация снятие ядерного и прочего оружия а в этот момент сейчас надо мобилизовать еще каких-нибудь дурачков которые тоже говорят мы не хотим регресса мы хотим нанотехнологии мы хотим бессмертия мы видим как с Академии наук вышли снесли мама родная вошли американцы все окончательно расчленилось мы не хотели вот это называется в устах людей определенного качества но наивность не благодать простота хуже воровства а в устах таких людей которые все понимают это просто провокация элементарная совершенно ясная это попытка собрать до кучи под что-нибудь понимаете под снос и тогда ресурс понятен ковалев наконец открыл хорошее в ленине у ленина более мнение и у гитлера а здесь никаких мнений правил ничего я буду говорить о животных о том чем животные отличаются от людей и почему это патриотизм плох ибо он свойственен животным и только же ну во первых просто он написать ничего такого не может поэтому тут понятно как это все строится под аккомпанемент американской мушкой мир грядущего столетия вот этот самый стратфорд он действительно крупное довольно агентство это будет хаотический мир многие регионы ждут смены караул неизменно останется только власть США в более зрелой форме власть которая будет все менее на виду в ближайшие десятилетия будут пользоваться не так активно нынешний конфликт с Россией до Украины будет оставаться в центре международной системы в ближайшие несколько лет но мы не думаем что Российская Федерация способна просуществовать в своем нынешнем виде еще 10 лет подавляющая зависимость от экспорта углеводородов непредсказуемых цен на нефть не позволяет Москве поддерживать государственные институты на все обширные территории безопасности российской ядерной национал будет все более важной проблемой по мере того как будет нарастать процесс дегенерации России нет единого политики которые подходили бы всей Европе Германия из-за этой массы национальный государт будет наиболее влиятельный но она очень уязвима прогнозируем продолжительный экономический спад в Германии маловероятно что Российская Федерация в сегодняшнем виде уцелеет экономические связи между Москвой и периферии ослабнет исторически Россия решала такие проблемы при помощи спецслужб но в 80-е годы спецслужбы не встанет сдерживать центробежные тенденции отрывающие регионы от центра конкретно в этом случае возможность ФСБ ослабляет ее вовлеченность в национальную экономику без внушающей подлинный ужас ФСБ раздробление России невозможно предотвратить Запад от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы потерянные когда-то в борьбе с русскими они попытаются присоединить Украину и Белоруссию на юге РФ утратят способность контролировать Северный Кавказ Средняя Азия начнется дестабилизация на север и западе Карелия попытается вернуть состав Финляндии на Дальнем Востоке начнут вести независимую политику приморские регионы больше связанные с Японией Китаем и США чем с Москвой проще регионы не обязательно будут искать автономию и Москва оставит против себя вакуум в этом вакууме будет существовать отдельные фрагменты бывшей Российской Федерации это приведет к крупнейшему кризису следующего десятилетия Россия обладает огромным ядерным арсеналом разбросанным по миру упадок московской власти поставит вопрос о контроле за этими ракетами и о том каким образом можно гарантировать отказ от их применения для Соединенных Штатов станет громадным испытанием Вашингтон единственная сила способна решить такую проблему но американцы будут не в состоянии физически взять под контроль огромное количество ракетных баз чисто военным способом причем так чтобы ни одна ракета не была в процессе запущена Соединенным Штатам придется вырабатывать некое военное решение которое тяжело сейчас внятно представить смириться с угрозой случайных запусков или создать в ядерных регионах стабильный экономически устойчивый правительство чтобы затем со временем нейтрализовать ракеты не военным путем сейчас тяжело сказать как будет развиваться ситуация но учитывая наш прогноз раздробление России в ближайшие 10 лет эту проблему тем или иным способом придется решать ну дальше Ближний Восток Азия и так далее понятно да вот это то что я сказал когда начал обращаться к сути времени и говорить ребят расчленение не кончилось если хотите это останавливать придется за это стражаться и так далее в сущности и происходит все под этим флагом там много я вам рекомендую прочесть центры посткитайского производства и так далее если в Европе начинает возникать гегемон США вмешаются как можно раньше как во времена холодной войны выстраивая союзы располагая войска на основных образительных позициях сейчас это делается в отношении России хотя мы предсказываем упадок России в ближайшей перспективе России опасно особенно загнанной в угол экономический более того каким бы ни был прогноз США не могут быть полностью уверены что Россия придет в упадок и действительно если русским удастся начать успешное расширение политически и экономически они могут избежать упадка из этого Америка и будет исходить американцы попытаются построить систему союза параллельную НАТО от Прибалтики до Болгарии вовлечь не как можно больше стран в союз попробовать завлечь Турцию и распространить на Азербайджан в эти страны пропорционально угрозам будут направлены войска это станет главным содержанием второй половины десятилетия во второй половине Вашингтон сосредоточиться на том чтобы избежать ядерной катастрофы при распаде России следующий кризис начнет впервые ощущаться во второй половине следующего десятилетия его контуры уже видны кризис среднего класса проблемы не в неравенстве проблема в том что средний класс больше не может жить как средний класс мысленно разыгрывая российское наступление на Украину 6 там вариантов военных действий чаще всего обсуждается вариант с продвижением вдоль южного побережья с целью соединения Крыма с позициями сепаратистов на востоке взять этот сценарий мы предположили что при планировании операции будет создан достаточно широкий фронт для того чтобы получить главный источник водоснабжения Крыма кем является река Днепр и что линия обороны будет в максимальной возможной степени сосредоточена на Днепре поскольку единственная в регионе черта рельефа пригодная для обороны цель такой операции создать сухопутный мост чтобы обеспечить снабжение Крыма не допустить изоляции полуострова в будущем в России придется продвинуться на 4 с лишним километров вглубь территории площадью 46 620 квадратных километров а также починить себе население в 2 миллиона для захвата такой территории подавления кранского сопротивления потребуется группировка численность 24 36 тысяч человек и время от 6 до 14 дней при этом российским штабам придется учитывать риск прихода НАТО на помощь Киеву случись такое России для удержания территории придется увеличить свою группировку до 40 55 тысяч а также принять во внимание партизанское сопротивление оно не определено оно может быть от 4 до 40 тысяч человек которые должны будут все подавлять если Россия захочет расширить это и перейти на другой сценарий соединившись с Приднестровьем но тоже двигаясь через юг то ей придется иметь группировку в 40 60 тысяч человек который придется преодолеть еще 45 километров за 23 28 дней и захватить территорию 103 600 километров для этого по обороне понадобится группировка 80 112 тысяч а противопартизанский отряд от 13 до 120 тысяч у них есть недостаток потому что позиции уязвимы третий вариант захват всей восточной Украины до Днепра создание на левом берегу оборонительной линии в плане обороны захваченной территории такой сценарий логичен это самый разумный сценарий для России если она хочет предпринять военные действия и занять прочные рубежи в этом случае площадь 222 740 километров преодоление сопротивления от 91 до 135 тысяч наступать на глубину 402 километра контролирует 13 миллионов людей для этого нужны противопартизанские действия от 30 до 300 тысяч человек он говорит буквально 28 до 260 тысяч человек численность сухопутных войск у России составляет 280 тысяч а потому для проведения наступления потребуется привлечь значительную часть армии а в случае противопартизанских армий все там увязнут ну это я уже говорю от себя увязан все будут в средоточной театре тогда любой толчок в Чечине или в другом месте и мы сыпемся есть Соединенные Штаты НАТО отреагируют на открытое военное наступление России на Украине самым быстрым целесообразным оказанием огневого воздействия использования авиации столько-то авиации и так далее значит все уже рассматривается что здесь не рассмотрено чего они боятся как огня сценарий национально-освободительной борьбы следующая очень серьезная тема убийство Литвиненко убийство Литвиненко получило второе дыхание идут расследования по этому полонию и все подтягивается к тому что в любом случае российскую власть надо обвинить в убийстве Литвиненко надо соединить немцовский фактор с фактором Литвиненко это делается абсолютно холодной рукой следующий фактор это вот путинский фильм Крым плыв путь на родину конечно Путин перешел Рубикон сказал как бы то что он не говорил никогда раньше вот ну поздравил соотечественников дальше Латынина сразу пишет что есть ядерная Панама Кремля и берет все что я говорил перед Айти Майданом почему там при Брежневе говорили миру мир а там теперь несут какие-то муляжи ракет почему что-то и так далее дальше она из этого делает так сказать вывод что все это сплошная Панама в общем ударьте ничего не будет сочувствую комментаторам из отряда Соловьевцев это уже Слава Торощина новая газета у них вновь началось великое ежевечернее стояние а слова кончились даже отборные коллеги Путина по писательскому цеху от Старикова до Кублановского по причине душащих восторга с трудом складывали слова в предложение даже неизбежный Назаров в изобилие рождающий новой идеи относительно президента на этот раз был подавлен величием замыслов и свершений и только нервный Шаргунов собрав последние силы выкрикнув свежий воздух патриотизм стал религией торжества полуковечивания к защите присоединения Крыма набирают силу в телеканалы вносят лепту в это дело крымские лидеры звезды политики вроде прокурора Поклонской плавно перетекают на экране друг в друга глава Крыма Аксенов темпом и напором речи все больше похож на Жириновского Аксенов натура художественная заслушалась его выступление по прямой трансляции наконец все живающие могли визуализировать образ рая в трактовке Аксенова Крым и Ада Киев на самом деле праздники нормальные говорят слова нормально безумно много искреннего чего нет повторяю то что говорил нет ощущения вызова нет видения вызова и нет проработки ответа а без этого речь действительно становится аморфной и это опасно Белковский ну вот почему Путин это все сделал ну Гага по нему плачет а он уже не боится да вот дальше Ростовский которому надо же сказать что-нибудь хорошее да преступление Путина заключается в том что он изменил карту Европы против ярко выраженной воли Америки причем тут карта как таковая тут не в карте дело тут дело прежде всего в том что если бы этого ответа не было вот чисто ситуационно то были бы установки ядерные чуть раньше или позже и был бы американский флот и все все кончено Путин не отвечает все он отвечает самым мягким способом она не ответить не может но все время отвечает минималистки второе карту мира прекрасно меняли американцы а здесь речь идет не о карте мира о холодной войне вот две формулировки Путин изменил карту мира без помощи американцев да одна формулировка теперь вторая Путин заявил что эскалация российской капитуляции порожденной холодной войной не будет осуществляться другая формулировка значит были договоренности по холодной войне такие-такие-то вы капитулировали вот так-то а теперь мы еще сделаем а теперь мы еще сделаем ну вы же капитулировали признайте новую капитуляцию де-факто новые условия новые даже условия договора по капитуляции России в холодной войне потому что эта капитуляция не была безоговорочной даже эти условия в конечном итоге строились на том что другая сторона не переходит определенные рубежи. Но скажем так, что если даже она оккупирует Рейнскую область, то она не Берлин оккупирует, когда хочет и как хочет. Здесь же происходит совершенно другое с точки зрения карты мира. Раз, и как мы видим, миропорядка. Два. Идет новый миропорядок, на который, конечно, Путин посягнул. Европа не на шутку испугалась и сплотилась вокруг Америки. Европа всегда сплочена вокруг Америки. Ну, запудьте об этом. Назовите вызовы и ответы. Даже вызовов не назван. Ни миропорядок, ни то, что мы не можем без этого жить. И тогда получается, ну взял что-то, зачем ты перекрою карту? Стрелков в Екатеринбурге придрёп Путину судьбу Милошевича. Атлантик обсуждает Россию после Путина и говорит, что ничего хорошего не будет. Будет такая же гадость. Вот всё, что сказано про фильм. Теперь антипутинский переворот. Не мы обсуждаем антипутинский переворот. И не я там какой-то заговор открываю. Я высказал гипотезу аналитически обоснованную в том, что всё как-то скверно. А вот, например, такая Екатерина Шульман непрерывно печатает статьи о будущем государственном перевороте. В основном в ведомостях. Ну и в Коммерсанте, и в других местах. С сериями. Когда милый человек, так сказать, с какими-то азами, знакомый, как именно осуществляется свержение власти, пишет первую статью, ну ничего. Но когда ведомости просто сделали коронку, антипутинский переворот, и её печатают, это американская газета, то как бы вопрос возникает в том, а как мы можем не обсуждать эту тему, если её уже обсуждают все. Уцелеет ли Путин? Стратфор. Одной из причин замены Боиса Ельцина на Путина стали действия Ельцина в ходе Косовской войны, где он ничего не смог, а вот Путин что-то смог. На случай провала украинского восстания Путин в своей стратегии рассчитывал на то, что правительство в Киеве распадёт само по собой, что ему удастся отделить США от Европы, воспользуясь прочими торговыми связями. Не мог он на это рассчитывать. Потому что все понимают, что Европа не суверенна. Путину необходимо подумать о судьбе своих предшественников. Немедленно Хрущев вернулся из отпуска, потому что смещён. Путин признал какую-то модель политбюро. Не Путин её признал, её признали какие-то кремлёвские аналитики странные, которые долго говорили о политбюро, и теперь начинает становиться только ясным. Зачем? С демократической точки зрения министр обороны Сергей Шойгу и московский мэр Собянин также популярны, как и Путин. И у меня есть подозрение, что со временем станут ещё популярнее. Способность Путина держать всё в кулаке ослабевает по мере снижения доверия к нему. Управление экономики не образцовое. Я не уверен, что Путин реально в беде, но в последнее время у него слишком много идёт не так. Может быть, потом мы все ещё будем радоваться по поводу того, что путинское время было временем относительной стабильности. Короче говоря, не только Джагидар Джамаль, или кто-то ещё кричат, что всё, уже Путина взяли, не только какой-нибудь Белов Поткин орёт, что надо идти к Кремлю и освобождать. Не только другие штампы, правительства сменились, да? Здесь тоже. Эта тема винына в оборот. Все должны привыкнуть. Переворот, 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 переворот. В Сербии вышла книга расследования «Третья пуля. Политические обстоятельства убийства Зорана Джинджича». Авторы которой прямо обвиняют в устранении политика британскую разведку. С учётом, что Джинджич был проевропейским политикой, звучит странно. Однако описанная технология преступления приводит к параллельным с другим делом – убийством Бориса Немцова. Как сообщает агентство «Русский экспресс», бывший телохранитель Джинджича Милан Верович и журналист Никола Врзич утверждают, будто к убийству премьера может быть причастен сотрудник британской разведки Энтони Морктон, находившийся в связи с основным обвиняемым в данном преступлении, так называемым «зимунским кланом». Под данным WikiLeaks английские спецслужбы работали с преступными группировками Сверби, используя их возможности для достижения конкретных политических результатов. Именно использование криминальных или уколокриминальных структур как конечных исполнителей связывает события в Белграде в 19-летней давности и убийство Бориса Немцова. Конечные исполнители могли вовсе не понимать, что именно они делают, следственно не могли стать объектами манипуляции, и сербский вариант говорит о том, что это не является абсолютно невозможным. Сколь бы криминальными не были мотивы убийства Джинджича, это событие радикально изменило политическую жизнь Сербии, такого эффекта не могли достичь организаторы убийства Немцова, хотя и породили бесочерничное число вечий. Но почерк преступления вполне ясен. Убийство Джинджича как убийство Немцова подтверждает версию, которую мы рассматриваем. Теперь новая газета. Новая газета выступает с расследованиями совершенно в другом стиле, чем все остальные. Она все время из статьи в статью, причем это отдел расследований, говорит о том, что у нее абсолютно эксклюзивная информация, что она все знает, что представлено Путину, что каждое ее слово на вес золота, и что внутри этого есть какой-то Руслан, а это такой-то Руслан, а потом уже говорят, какой это Руслан, то есть они продвигаются еще там на шаг к Демельханову и так далее и тому подобное. Главный вопрос, который возникает при этом, на чем держится такая суперосведомленность новой газеты? Я когда-нибудь это обсужу отдельно. У меня представляется, что новая газета – это не демократическое издание только, это такой сливной значок, очень серьезный, и я это могу обосновать, например, тем, что неожиданно появилась статья, в которой обвиняют Золотова, так сказать, в том, что у него какая-то там дача в Сочи, но сейчас обвинять кого-нибудь из этой элитной группы в том, что у них дача где-то, это, знаете, все-таки не 78-й год, да, где он достал лес, из которого сделал дом. Это все-таки уже другое время. То есть новая газета как бы чуть-чуть приоткрывает несколько слоев масок и показывает, что, в принципе, она очень новая, но что новая – это хорошо забытое старое. Я все-таки все время спрашиваю, а как можно так все время подбираться к этой точке и одновременно отрицать международный след? Вот как можно, имея, ну, 3% порядочности это сделать? Не говорю с 90, 3. Но либо ты иди другим следом, либо ты, если ты идешь в этом направлении, то ты же прямо в следующем шагу вступаешь в международные украинские группы, а еще через шаг в американские, арабские и прочие. Сама же эта новая газета это все обсуждала, вся страна это обсуждала. Все ломилось, вот уже на метры бумаги, испечренные этими словами, все происходило в 2008 году. Теперь батюшки, либо-либо, но это же просто как-то совсем нечестно. Кавказская версия, пишет Каспаров, который несколько дней напряженных раздумий и поисков пришло, следствие получило поддержку целого ряда людей, Ватынина с богатым послужным списком все это говорит. Именно анализ мотивов и возможностей для совершения преступлений с неизбежностью заставляет говорить о Кремле или одной из его башен, как о главном подозреваемом. Так о Кремле или башне? Именно эта возможность подозревает мне высказать гипотезу о виновности, я говорю там, я не знаю, кого там, я не знаю, Стрюкова или Каспарова. И так же не говорят? Дело рук власти или дело рук группы X, которая посягает на эту власть. Все, что мы можем сказать и в чем я могу согласиться, что без элиты это нереализуемо, скорее всего. А это элита, извиняюсь, она уже активно работает против Путина. В этом смысле вопрос возникает в том, какие группы, почему, кто и как там связан и не вмонтирован ли в эту группу, кто угодно, включая тех, кто, так сказать, все это пишет. Кадыров очень нужен Путину, неприкосновение находится под его охраной. Логично предположить в этом случае, что решение об убийстве принимал кто-то из приближенных и нанесение по Кадыру было главной целью. Но значит, нанесение удара по Путину было главной целью? Если кто-то из приближенных вмонтировал людей Кадырова во что-то антикадыровское и антипутинское, то, во-первых, этих кто-то становится так мало, что уже страшно. И, во-вторых, при чем тут Путин? Доклад, который готовил Немцов, стал толчком. Великий доклад Немцова по украинскому следу стал толчком. Это Пианковский. На акции в поддержку Новороссии никогда не приходило больше 5-7 тысяч. Мы не маргинальное меньшинство. В политически активном классе Москве мы большинство. К нам пришло 70 тысяч. Путин никогда не подымет. Я могу составить очень короткий список людей, которые могли организовать убийство. Вот я твердо знаю, что список, который здесь составлен, не имеет никакого отношения. Ни к группе Х, ни к чему. По большому счету, даже на фотографии посмотрите, все ясно. Это абсолютно не значит, что списка нет. Или даже это абсолютно не значит, что более-менее непонятно, что там происходит. Белковский. У Путина есть основания для психологического кризиса. Уже все, так сказать, летальные версии, версии чудовищных заболеваний отметены. Версии приятные исключаются. Зачем нам такие нужны? Остается психологический кризис. Он в кризис впал от статьи Белковского. И забрался в бункер и шипел. Все мне, Белковский, Белковский, баба. Дурдом. Да. У нас есть основания, что Рамзан Ахматович Кадыров, который является одним из того постсуществующего режима, может быть причастник убийства Бориса Ефимовича Немцова, что само по себе стало огромным дестабилизирующим фактором для режима. И федеральные социологи, в общем, мне кажется, требуют головы Рамзана Ахматовича Кадырова. Зачем у него требуют, если он столб Путина? Раковый корпус, где рак, это Кадыров. Одновременно он столб режима. Власть потеряла монополию наказания. Вместо нее действуют, и они друг с другом борются. Мы столкнем Кадырова, они говорят, и силовиков, и насчет этого столкновения дестабилизируем власть. В случае успеха мега-операции кротов, Путин определенно станет одной из первых политических жертв. Дальше уже речь идет о кротах. То есть они все время плывут. Соратников Немцова не устраивает исламский след. Куда ведет чеченский след в деле Немцова? Чеченский след может дать вопрос, кому выгодно. Это выгодно самым реакционным силам, которые хотят всех взять в захват. Командиром батальона является Олимбек Демельханов, родной брат. Это Михаил Зубов, московский комсомолец. Робной брат Адама Демельханова, депутата, того самого, которому я вам говорил, близкий друг, того самого, чье имя связано с другими убийствами. Возможно ли, что псевдопатриоты во властных структурах заказали убийство Немцова с целью поставить Кадырова? Кто-то хочет отстранения Кадырова. Ну, понимаете, но это же как-то надо увязывать вместе. Они непрерывно, я вам говорю, ходят как кот вокруг сметаны, вокруг Демельханова. Дальше шипят и говорят. А все, кто говорят о международном следе, они идиоты. Как это можно? Дальше есть очень большое количество материалов, которые называются «Правосудие нет» Татьяны Волковой, которые со временем надо рассмотреть вместе. Потому что она же все про себя рассказала. Это, так сказать, раскол внутри так называемой русско-националистической элиты. Внутри которой стрелков, вот этот Борн, с которым он был и так далее. Это плохо, Демушкин это хорошо. Но это может означать, что представитель данного направления тоже что-то знает. Афганские опята на Украине, компания Vanguard и так далее. Это большой такой блок с фактурой. Я ему не могу назвать конспирологическим, потому что там есть конкретные данные. Для меня конспирология – это теория заговора вообще. Когда говорят чисто конкретно, то это не конспирология. Ну и постепенно выплывает еще такой герой под названием Гиви Таргамадзе в связи с делами о снайперах. Поскольку этот же Гиви выплывал в делах, связанных с Удальцовым и так далее, то мне кажется, что какое-то основание для рассмотрения этой фигуры внутри всей этой композиции есть. Но для снайперов есть более серьезные люди. И я этих людей подробно описывал в той же книге «Качели». Поэтому вопрос снайперов сейчас не стоит в основном на повестке дня. Завершая эту всю картину, хочу сказать только одно. Мы действительно находимся в состоянии политического кризиса. Ситуация крайне ответственна. В этой ответственной ситуации нет места никаким воплем по поводу того, что вот захватили, убили, режут на части, тиранят, спасать. Катастрофа. В кризисе нужно быть абсолютно спокойным. Это первое. И второе. Никаких окончательных версий «мы все знаем, мы все понимаем, у нас полная информация» нет. Это стиль слива. Люди, к которым приехал первый попавшийся, так сказать, опер и принес какие-нибудь документы, они начинают разговаривать как суперопера, абсолютно определенным языком. Мы имеем право и обязаны высказывать аналитические гипотезы. Аналитические гипотезы, которые я высказываю, все вращаются вокруг некоторой группы X того, что произошло и продолжает происходить на Донбассе. И связи этого процесса с процессами в России. Со всей цепью процессов, которые явно уже укладываются в ряд. Создали комитет, поставили определенных людей, допустили определенные ошибки, вышли на определенную вещь, себе самим устроили нокаут, убрали эти силы, подставились под убийство Немцова, выявили там чеченский след, пытаются убрать Кадырова, запускают все дальше. По нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. Это действительно цепочка кризиса. Я не могу ее не видеть. Это управляемая цепочка кризиса, которая разыгрывается рукой очень крупного мастера. Очень крупного мастера. Таких свойств, таких способностей и такого оперативного потенциала у всех тех, кого через запятую называют они, близких к Путину силовиков, нету. Там этих потенциалов просто нет. Там нет этого стиля, не то поколение. И не тот стиль, в котором обязательно надо было одним выстрелом убить там от 6 до 9 уток. И это считалось шиком. Это другие люди другого поколения. Я считаю, что они вообще ничего не делают, кроме как, так сказать, скучно и немного обреченно исполняют свои обязанности бюрократические. Но это в любом случае другой стиль. Это стиль ударных, одиночных, ситуационных реагирований. А здесь речь идет, ну, какого-нибудь грубо, вот, рок-певца, да, там, вы взяли. И теперь говорит, ты слышишь вот эту, там, 24-голосную фугу? 24-голосие из Северной Германии. Вообще не понимает, что такое полифония. Он не понимает, что такое гармония. Как он может это сделать? Ну, в конечном итоге, если это преступление есть, а гипотеза моя состоит не в том, что есть преступление в виде убийства Немцова с каким-то заказчиком, а в том, что есть цепь событий, то внутри этого мастер 24-голосия, а не рок-музыкант. И не 5 рок-музыкантов. И все, все, кто так или иначе будут вовлечены в этот тип мастерства, а вовлечены будут все, включая те, кто сейчас конфликтует между собой, должны вовремя посмотреть на эту картину, взять голову в руки и понять, что, во-первых, в этом надо разобраться и как-то вывести мозг из состояния два притопа, три прихлопа. Во-вторых, надо слушать, когда говорят, потому что говорят те, кто знают. И, в-третьих, вопрос заключается не в том, чтобы увидеть это, а вопрос заключается в том, что этому противопоставить во всей его совокупности и во всем его, скажем так, угрожающем блеске. И, наконец, последнее. Если этот блеск есть, то это не финальная часть этюда. Впереди еще несколько фаз, которые будут постепенно наращивать некоторый контур, уплотнять внутри него находящиеся точки и, наконец, предъявлять этого все как нечто такое, что в этом предъявленном виде будет уже очень трудно блокировать. И не два года это будет длиться. Это будет длиться резко меньше. Поэтому лучше всего купировать это в данной фазе. И это еще можно. Был такой фильм Стэнли Крамера «На последнем берегу». Он касался там ядерной войны. Там все время был растянут лозунг «Есть еще время, брат». Но там речь шла уже о другом. Я сейчас предлагаю растянуть розунг. «Есть еще время, братья». Имея в виду не время, которое у Крамера там нужно было, чтобы помолиться перед тем, как радиационная угроза станет предельной. А время, которое есть для того, чтобы преодолеть попытки глубокой дестабилизации, приводящей к распаду России и мировой катастрофе. Это время для того, чтобы попытаться это преодолеть, еще есть. Но его осталось немного. По историческим часам его совсем мало. Поэтому есть еще время, братья. Не дурите, слушайте, что говорят. И мотайте себе на ус. Спасибо. Я закончил. И хотел бы предоставить Юрию Вольфовичу время для 20-30-минутного броса. Пожалуйста. Уже довольно много времени прошло с начала нашего заседания. Поэтому я, наверное, одну из тем, которую подготовил, обсужу. А вторую оставлю на следующий раз. Хочу обсудить для начала тему нефти. Это основной наш валютный ресурс, от которого мы очень сильно зависим. После январского падения цен на нефть до 46-48 долларов за баррель, была февральская стабилизация, на уровне чуть выше 60 долларов за баррель, в марке цена на нефть, марки бренд нашей, ну, то есть той, к которой наша Юрлс привязана по цене, снова начала падать. Значит, вот был минимум январский, вот февральская полка 60 с небольшим, и вот сейчас это спустилось уже к 55 и иногда ниже, иногда выше. Почему это происходит? Главная причина, видимо, состоит в том, что борьба на глобальном нефтяном рынке, который идет, ну, если так огрубить, в основном между Соединенными Штатами и Судовской Аравией, она пошла совсем всерьез, причем не только на экономическом фронте, в экономическом измерении, но здесь все отчетливо видно измерение политическое. Что я имею в виду? О чем уже сказал Сергей Ирванович, затронув тему Ближнего Востока, Соединенные Штаты постепенно, но неуклонно и кардинально меняют свою политику на Ближнем Востоке. Ну, у нас на клубах уже обсуждалось, что такое Большой Ближний Восток, карты перекройки и так далее, но сейчас в этом процессе американском появились новые очень важные нюансы. Уже в конце 2014 года были сообщения о том, что Соединенные Штаты намерены пойти на очень серьезные уступки в переговорах по ядерной программе Ирана. Затем в близких к американской администрации издания, Hall Street Journal, Washington Post и так далее, появились статьи о том, что в борьбе с исламским государством страшная угроза, Иран, увы, необходимый союзник. А также о том, что с союзником Ирана Башаром Асадом, то есть с Сирией, придется налаживать отношения. Без этого уничтожить исламское государство не получается. В частности, уже в марте глава ЦРУ и госсекретарь США публично признали, что для борьбы с исламским государством нужно вовлечь в переговоры лично Башара Асада. В начале марта директор ЦРУ Джорд Брэннон сказал, что, цитируя, «падение режима Асада лишь усугубит проблему и может открыть реакальным группировкам вроде ИГИЛ дорогу на Дамаск». А 15 марта госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри заявил в эфире крупнейшего телеканала CBS «Нам придется, в конце концов, договариваться с Асадом». Это вызвало очень бурное возмущение в двух странах – в Израиле и в Саудовской Аравии. Для этих стран Тегеран – главный и неизменный враг, а Дамаск – это опаснейший член, создаваемый Ираном, так называемой «шиитской дуги», которая идет от Ливана с Хизбаллой через Сирию шиитскую, через Ирак шиитский, через Иран и далее к Йемену, где недавно шииты-хауситы фактически снесли государственную власть и захватили власть в большинстве провинций и в столице в свои руки. В связи с этим возмущением Израиля и Саудовской Аравии в СМИ уже появились сообщения о том, что антииранское, одновременно антиамериканское тактическое союзничество между Саудовской Аравией и Израилем расширяется. То есть оно было давно, но сейчас, подчеркиваю, оно расширяется. И в частности указывают, что позавчерашняя победа блока Ликуд Бельмина Нетаньяху в Израиле на выборах на неочередных парламентских, это в том числе заслуга и Саудовской Аравии, которая поспособствовала ослаблению антиликудовских партий израильских палестинцев. И опять-таки в СМИ высказывается предположение, что антииранская жесткость республиканской оппозиции Обаме в Конгрессе США связана в том числе с согласованным лоббизмом, внимательно, с согласованным лоббизмом из Израиля и Саудовской Аравии. А о чем идет речь? Речь идет о совершенно беспрецедентном, скандальном, в Америке говорят, что никогда в политической истории такого не было, письмо. Письмо группы 47, семи республиканских конгрессменов, не кому-нибудь, а президенту Ирана Раухани. Они написали, предупредили, что любые ядерные соглашения, которые заключат с Ираном нынешняя американская администрация, могут прекратить свое существование в момент ухода Обамы с поста президента. То есть скандал политически невероятный, тем не менее он произошел. То есть к экономическому соперничеству между США и Саудитами за мировые нефтяные рынки добавилась мощная геостратегическая, геополитическая конфликтность. И они вместе сегодня, конечно, очень сильно влияют, в том числе, на дестабилизацию нефтяного рынка. В связи с этим, приведу, процитирую, два знаковых высказывания. Первое, это 9 марта глава Организации стран-экспортеров нефти Абдала Аль-Бадри в выступлении на открытии Международной конференции по нефти и газу. Он заявил, что действия ОПЕК по регулированию поставок нефти на мировой рынок нанесли серьезный урон индустрии добычи сланцевой нефти США. Я подчеркну, что ранее ОПЕК все время говорила в терминах рыночных, спроса и предложения. Только об этом, во влиянии на нефтяные цены. То есть сейчас впервые глава ОПЕК официально заявил о том, что конкуренция между картелем и американскими сланцевыми компаниями предельно жесткая. Это публично было заявлено. То есть это уже никакой не рынок, не рыночная экономика. А сразу после этого началось новое резкое снижение нефтяных цен. Вот то, что было на рисунке. И советник министра нефти Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Муханна заявил, опять цитирую, обвал биржевых котировок нефти вызван не изменением спроса и предложения, а скоординированной действиями спекулянтов. То есть Муханна прямо переводит стрелки этого снижения на главного нефтяного спекулянта, финансовый сектор Соединенных Штатов. Так что же идет за процесс на глобальном нефтяном рынке? С одной стороны, большинство производителей, в том числе в Соединенных Штатах, не выдерживает длительный срок низких цен. Но при этом уровень производства нефти, добычи нефти в Штатах не сокращается, а даже чуть-чуть подрастает. Что это за парадокс? Во-первых, компании должны закрыть без крупных убытков малорентабельные проекты и не разориться из-за накопленных долгов. И они из своих рентабельных скважин качают по максимуму, пока скважины обеспечивают приемлемую нефтеотдачу. В результате внутренние цены на нефть в Штатах падают еще быстрее, чем основные мировые сорта. И, соответственно, растут невостребованные нефтяные запасы. Уже девать некуда, грузить некуда, заливать некуда. А цены на мировом рынке на нефть Brent действительно существенно, примерно на 10 долларов за баррель, выше, чем на американскую смесь ВТИ. И американские производители начинают мечтать свой избыток нефти поскорее продать на мировом рынке. Но загвоздка в том, что на американский экспорт нефти уже 40 лет с времен великого нефтяного кризиса ближневосточного наложен законодательный запрет. Они не могут экспортировать. И 13 марта главы ряда крупных нефтедобывающих компаний Соединенных Штатов официально обратились к администрации Обамы и Конгрессу с просьбой разморозить экспорт, отменить этот запрет экспортный. Но это, конечно, дело долгое и спорное и неоднозначное по результатам. Что будет значить выхлест на мировой рынок новых крупных запасов нефти? Это обязательно дополнительно снизит цену и поставит тех же американских нефтяников в еще более тяжелую кредитно-долговую ситуацию. Но им-то спасаться от дефолтов нужно сейчас, сегодня, а о будущем им думать некогда, как-нибудь потом. Как это классическая героиня американского фильма, об этом я успею подумать завтра. Вот на завтра они рассчитывают, а сейчас им нужно поскорее продать то, что они добывают, расплатиться с долгами, иначе катастрофа, иначе все, прекращают добычу компаний. А таких компаний уже несколько десятков, в том числе довольно крупных, которые уже заявили о том, что они все, банкроты, распродают свое имущество, обратились с исками защиты от кредиторов в комитет по банкротству и так далее. Думать, тем не менее, им об этом нужно о будущем. По последним данным агентства Bloomberg, нефтедобывающие компании Северной Америки уменьшили бюджеты на 2015 год суммарно на 50 миллиардов долларов. При этом 66 крупнейших нефтепроизводителей в среднем снизились запланированный объем затрат на этот год, на 2015 на 30%. А что это для будущего значит? Ясно, что большинство нефтедобывающих компаний очень худо с запасами, они не возобновляются. Вот только что вышли данные исследователей компании IHS, которая сообщает, что количество открытых новых месторождений нефти и газа в мире упало до самого низкого уровня за 20 лет. За 2014 год удалось обнаружить всего 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Причем это уже четвертый год, когда в мире ежегодно падают объемы новых нефтедобывающих но при этом расходы на рост запасов и добыч быстро именно в нефтегазовом секторе растут. Вот видите, это тут за уголь, СПГ, газопровод, доставка и так далее. Главное добыча традиционной нефти и газа, вот это желтое, вот она непрерывно растет, больше всего растет, остальное примерно на одном месте или даже падает по углю. А нефть традиционная растет, 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 а вновь открываемые запасы падают, падают с каждым годом. Бритиш Петролиум в частности сообщил о том, что коэффициент восполнения запасов в этом году у нее составил всего 62%, то есть она разведала 62% от добытого. А это разрешено? Разрешено, разрешено, она может на будущие годы наверстать и так далее. То есть у них это разрешено, у нас в Советском Союзе это было абсолютно недопустимо, исключено, то есть за это просто по голове били смертельно, фигурально выражаясь, конечно. Сажали, а как минимум увольняли, как максимум сажали. У Chevron 89% восполнения запасов, у Shell 26% восполнения запасов. Только у ExxonMobil и Conoco и Филлипс коэффициент восполнения запасов близок к 100%. А старые месторождения истощаются. В феврале произошло очень знаковое событие. Англо-Голландская Shell та самая заявила о начале демонтажа оборудования на крупнейшей шельфовой нефтановой платформе месторождения Brent. Это то самое месторождение Brent, от которого получил название вот этот сорт смеси, которая поставляется на мировой рынок, на которую почти весь мир равняется, сорт Brent. Так вот, падает добыча, то есть Brent, крупнейшая скважина закрывается, вышка демонтируется, и это тоже деньги и время. И, кроме того, падает добыча на других североудских месторождениях. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой нефтяной промышленности до 2030 года нужно ежегодно тратить около 850 миллиардов долларов, чтобы обеспечить увеличение добычи в соответствии с мировым спросом. То есть больше, чем вот то, что сейчас, ежегодно. А при таких ценах на нефть такие деньги корпорациям взять совершенно неоткуда. То есть средний уровень 50 долларов за баррель мировых цен, а большинство крупнейших новых добытчиков существенно выше себестоимость имеют. Они не могут получать прибыль при таких ценах и значит не могут накапливать деньги на инвестиции и в долг им взять уже негде. Им не дают в долг, потому что долги их выросли. То есть речь идет о проблемах инвестиционного коллапса всей нефтяной отрасли. Особенно показательно это для сландской нефти в Соединенных Штатах и для нефтеносных песков в Канаде. Это почему характерные примеры? Эти источники нетрадиционной нефти в последнее время определили основной вклад, основную прибавку в объем глобальной добычи. Например, в Соединенных Штатах из сегодняшней нефти, которую добывают, это 9,7-9,8 миллиарда баррелей в день, 3,5 миллиарда баррелей, то есть больше третий гораздо, это исландцевых месторождений. А в Канаде из сегодняшних 3,5 миллиардов баррелей в день добычи, около 2 миллиардов баррелей, то есть больше половины, это нефтеносные пески провинции Альберта. Видите, вот это в Канаде пример, вот традиционная нефть, вот это синяя, а все приросты последних десятилетий, особенно последних лет, это нефтеносные пески Альберты, то есть нетрадиционная нефть, которая минимум 80-90 долларов за баги по себестоимости, они уже не могут, то есть поскольку им нужно платить долги, то, что работает, они добывают, но расширять добычу, вкладывать инвестиции, они не в состоянии. то есть сейчас они замораживают разработку менее прибыльных месторождений или просто разоряются, тоже случай есть, но то же самое в сланцевой американской добыче, число буровых в нефтяном секторе США всего за три месяца с декабря сократилось примерно с 1600 в декабре до менее тысячи в марте, вот что было в декабре и вот что стало сейчас, на самом деле это данные полуторанедельной давности здесь еще сократилось примерно на 60 буровых установок. Это вот такое обвальное падение. А они же все в долгах, они все в долгах, им надавали кучу льгот, они работали, это пробил нефтяной сектор через правительство, им не требуется восполнять экологические риски, они в основном работают конечно в пустыне, но не только в пустыне, они не должны платить за порчу подземных вод, они страшно загрязняют места добычи, все это плюют, на это не обращают внимания, им велено прощать, давайте, давайте, давайте нефть, для того, чтобы обеспечить полную независимость Соединенных Штатов от импорта. вот они надавались, влезли в долги, но раз прибыльно так замечательно, нефть была дорогая, а сейчас только в сланцевом секторе Соединенных Штатов доля безнадежных долгов оценивается примерно в 330-340 миллиардов долларов, это даже для американской экономики цифра катастрофическая, это говорит о будущих нефтяных дефицитах и значит, во-первых, о резком повышении роли обладателей крупнейших ресурсов качественной и сравнительно недорогой нефти, включая Россию, включая Саудовскую Аравию, включая ряд других стран Ближнего Востока, и сейчас эти экспортеры готовы демпингом расширять принадлежащую им долю глобальных рынков, то есть Саудовская Аравия так и поступает, в феврале они увеличили, правда, пока не намного, на 130 тысяч баррелей до 9,85 миллионов баррелей в день свою нефтедобычу, это самый высокий уровень с сентября позапрошлого года, причем госкомпания Сауди Арамко дает своим главным потребителям существенные скидки по цене, чтобы удержать и захватить новые крупнейшие рынки сбыта нефти, но при этом они сокращают заказы нефтесержесным компаниям, требуют от них скидок, и международная крупнейшая нефтесержесная компания Шлюмберже уже заявила, что заказы сокращаются, требуют скидок, прибыли нету, объем капиталовложений с 4 миллиардов долларов в прошлом году, они сокращают на миллиард долларов, до 3 в нынешнем году, и эксперты уже многие говорят, что еще несколько месяцев такой ценовой политики приведут к катастрофическим последствиям, долгосрочным, отложенным, среднесрочным в глобальную нефтедобычу. И еще один фронт войны саудидов с Соединенными Штатами на сланцевой нефтедобычу. В ее американском сегменте уже сейчас уволены десятки тысяч специалистов, в том числе самые классные специалисты. И вчера появилось, вот только вчера сообщение о том, что эмиссары Судовской Аравии ездят по нефтяным компаниям сланцевых бассейнов и открытые активно переманивают, перевербовывают специалистов, уволенных к себе. У саудидов очень много еще, хотя достоверно цифру никто не знает, скрывают классической дешевой нефти. Но у них в последние годы Саудия Арамко еще и разведала, для нее разведали очень солидные запасы сланцевой нефти, перспективной сланцевой нефти. И они думают на будущее и затевают с американцами войну еще на этом кадровом фронте. Отмечу, что одним из очень сильных факторов передела глобального нефтяного рынка стала Россия. Россия в прошлом году резко на 25% увеличила поставки нефти в Китай, Японию, Южную Корею. Причем за счет сокращения поставок в эти страны и в Саудовской Аравии, Катара и Кувейта. То есть мы еще злой конкурент для них. Экспорт России на восток очень быстро растет с 2010 года, когда был запущен нефтепровод ВСТО Восточная Сибирь, Тихий океан. И здесь перспективы у нас хорошие. В частности, в прошлом году Россия уже сместила Кувейт с четвертого места по поставкам в Японию. Это один из крупнейших импортеров региона. А в январе 2015 года импорт нефти из России в Японию еще повысился, причем сразу на 63%. В России в частности наращивает активность на рынке компания Сахарина Эмерджи. Она в середине февраля объявила о выводе на рынок нового сорта российской нефти Сахалин-Брент. Уже продано в Азии 4 танкера этой нефти с месторождения Сахалин-2. А через несколько дней Газпровнефть впервые отправила в Европу танкером в сопровождении рельтокола первую партию нефти с полярного новопортовского месторождения на Ямане. Ямальское месторождение. И здесь я хочу напомнить, что удушение России обрушением нефтяных цен многие американские аналитики открыто неоднократно называли главным фактором объявленной нам новой холодной войны. Удушение пока не произошло, хотя России трудно, но себе американцы этой ценовой войной уже навредили очень существенно, особенно с оглядкой на среднесрочную долгосрочную перспективу. Но это не конец. Война за нефтяные рынки продолжается обзастряется. Американцы уже говорят о том, что нужно дотировать убыточную, то есть это не правительство, но эксперты говорят, чтобы выдержать войну с Саудовской Аравией и с Россией на мировом рынке, чтобы обрушивать цены, американское правительство и американские банки должны дотировать убыточную нефтедобычу в Соединенных Штатах. То есть это уже вообще полный отказ от каких-то рыночных принципов. Это глобальная нефтяная война. Мы в нее вовлечены, никуда мы от нее не денемся, нам придется ее выдерживать. Все, я на этом завершу. Можно скажи, цена на нефть все-таки удастся снизить еще или нет? Если будут такие очень крутые игры первые на рынке нефтяных фьючерсов, то есть если будет спекулятивная игра без берегов, но для этого инвесторы должны вложиться, а инвесторам должна дать деньги федеральная резервная система. То есть нужен, грубо говоря, политический сговор для того, чтобы эта спекулятивная игра развернулась на полную мощность, о чем говорил замминистра нефть Саудовской Аравии уже и привела к дальнейшему резкому падению. И второе, но опять-таки это уже будет никакое не рыночное такое громко скандально политическое решение, если нефтяным компаниям Соединенных Штатов начнут датировать убыточную добычу. Спасибо. Я хочу сказать несколько слов. Первое, что когда я говорю там холодно, как там так сказать Гроссмейстер Войн, это совершенно не значит, что мы на сердце не обливаются кровью по поводу того, что происходит на Донбассе, просто это означает, что может быть еще хуже при первом нашем неосмотрительном шаге. Это надо запомнить. Второе, вот поймите, что никакого заговора мы конечно не разоблачили, и это невозможно, никогда бы мы это делать не стали, но нами высказаны очень весомые аналитические гипотезы, очень весомые, фундированные гипотезы, как никогда, и у меня, к сожалению, почти не остается надежды на то, что они ошибочны. Ну и третье, что это все надо рассматривать, вот мы здесь, не будучи элитой, по три с лишним часа это все обсуждаем, вот так, при полной неподвижности зала и так далее, а наша элита, к сожалению, вообще обсуждение больше 30 минут выдерживает с трудом. Так вот, смысл заключается в том, что сейчас по 6 и 8 часов надо обсуждать, потому что любой ценой надо получить картину, картина должна быть полной, без нее никакая стратегия действий невозможно. А что же к самой стратегии, то мы будем осуждать ее отдельно. В конечном итоге побеждают только те, кто спасаются от безумия, от вот этой тупиковой геттовской маргинализации, и это разного рода вот этих оперативных сумасшествий. Которые очень сильно навязываются. А также не прячут голову в песок и все равно, все равно мужественно вглядываются в картину, пытаясь разместить ее в себе, что не всегда легко. Только за этим будущее России. Иначе с одной стороны будет дурдом, с другой стороны либеральная болтовня, а где-то по промежутке вся реальность и в эту вот бездну провалится и страна, и любые политические решения, и любые, так сказать, вот эти экономические и прочие достижения. Я в этом уверен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok